МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте новости на телеканале ИТВ. В студии Марина Павлова. Наши журналисты уже подготовили для вас самые интересные события этого дня. Смотрите в выпуске. Жестко и непримиримо больницы, городские стройки, что следующее. Глава республики нагрянул в места незаконных возведений. Какое решение вынесено? Где на территории скверов и парков начинается незаконная застройка, в чертовой матери все посносить. Задержаны по горячим следам за нестандартную любовь к искусству могут угодить за решетку подозреваемые в краже шести картин из Юсуповского дворца. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет. Неожиданный визит главы республики для кого-то благо, а для кого-то начало конца. Сергей Аксенов добрался до объектов незаконного строительства в Симферополе. Как итог, полетят головы всех, кто приложил руку к разрешительным документам, а постройки будут снесены. Первая остановка район Марина в Симферополе. Здесь каким-то образом началось строительство объектов в парковой зоне. Эта территория охраняемая, документы легально вряд ли могли получить. У ворот встретили лишь охранника. Хозяев на месте не оказалось. Местные жители уже не раз жаловались на стройку. Ее останавливали, но сейчас она вновь возобновилась. За забором оказалась детская площадка. Сейчас она стала похожа больше на свалку. Детям негде играться. У нас все дети ходили на площадку. Ну, посмотрите, ну такое свистство вообще. Да, я вот иду, и держу эту саму, и с вами не поеду. Что здесь происходит? Ну, что стыдно ходить? Сквер? Да, да. А здесь было все хорошо. Вот из этой стройки такое случилось. Долго плакали местные жители. Теперь плакать будут правонарушители. Сергей Аксенов поручил создать комиссию по незаконной застройке. Полностью депутатскую, чиновничью, прошерстить весь город вообще. Вот такие все места, где на территории скверов и парков начинается незаконная застройка, к чертовой матери все посносить. Под руку попался и второй объект по улице Промышленной. Здесь глава республики дал задание подготовить решение об изъятии. В случае, если не получится, участок национализировать в пользу города под общественные застройки. Далее Сергей Аксенов направился в центральную часть города. На улице Лермонтова заметил киос, поставленный со всеми нарушениями на пешеходной зоне. До тех пор, пока не будет схемы, дислокации всех мест, в том числе выносной торговли, вот такой торговли, то есть уже с киосков непосредственно, с павильона, с торговли, пока всю схему вы по городу не закольцуете, никаких решений не принимать. Запреты, моратории своим решением в этой части наложите. Здесь проверить полностью все документы. На мой взгляд, все решения, которые были приняты перед выборами в 14-го числа, все необходимо отменить без исключения. Пришло время и центрального рынка в Симферополе, который за последние годы больше стал походить на шанхайский цивилизованных городах, тем более со званием столицы республики, такой картины быть не должно. Ларьки и палатки, стихийная торговля и постройки с нарушением всех норм градостроения здесь расцветают. За это кто-то должен ответить, а ответят все чиновники, которые принимали решение о выдаче земли здесь. Аксенов по трибуналу обещал отдать всех замешанных в деле. Неожиданные рейды теперь войдут в рабочий график главы республики. Всем руководителям советуют навести порядок на своих территориях. Юлия Попович, Служба новостей и ТВ. В Крыму нашли подозреваемых в совершении кражи шести картин из Юсуповского дворца музея. Злоумышленники были задержаны правоохранителями в Ялте, когда пытались вывезти в автомобили похищенное имущество. При осмотре машины в багажнике были обнаружены шесть картин. Четверо крымчан, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, по предварительным данным ночью проникли в музей, сломав дверь. Похищенные картины замотали в покрывало и скрылись. Ничего другого воры не взяли, как рассказали сами задержанные. Специализировались только на живописи. Стоимость похищенных ценностей и сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет. Первый ученый совет Крымского федерального университета имени Вернадского прошел в стенах пока еще ТНУ. Приоритеты расставлены, система начинает вырисовываться. С 1 января 2015 года новообразованный вуз начнет полноценную деятельность. Что под собой подразумевает новый статус университета, знает Юлия Попович. У этих студентов сложилась уникальная ситуация. Поступали в Крымский университет, а выпустятся из вуза с почетным званием федеральный. Таких в России всего 10. Один из них создан и на полуострове. ТНУ и еще шесть высших учебных заведений вошли в его состав. До 1 января 2015 года они еще ученики Таврического национального университета имени Вернадского. После студенты Крымского федерального университета имени Вернадского. Вуз такого значения так быстро еще не формировался. Сегодня прошло первое заседание ученого совета. Его состав не окончательный, будет расширяться. Ключевой вопрос заседания – программа развития. И главными ее целями станут. Помимо того, чтобы федеральный университет работал на благо республики, второй аспект – это, конечно, повышение заработной платы работникам вуза. И если вы помните, есть указ президента о том, что заработная плата у работников высших учебных заведений должна быть к 2018 году вдвое больше относительно средней по региону. На ближайшие пять лет финансирование Крымского федерального университета гарантировано за счет государственного бюджета страны. 5 миллиардов рублей на эти цели выделено. Ну а далее вузу придется обеспечивать себя самостоятельно. За это время должны выработать программу самодостаточности. Бюджет будет складываться из оплаты студентами коммерческих мест, от создания средних и малых предприятий на основе инновационных и научных мощностей университета, а также государственного частного партнерства. У ученого совета амбициозные планы – сделать вуз прибыльным. Главная цель Крымского федерального университета – как можно больше студентов должны получать образование бесплатно. Система действовать уже начала. Если ранее в ТНУ на основе контракта учились 70% студентов, остальные 30% на бюджетной, то уже сегодня все в точности да наоборот. Тем, кто же заключил контракт с вузом, оплата останется прежней. А какие суммы будут для новых абитуриентов, пока неизвестно. Сергей Тонич уверен, что в Украине они были необоснованно завышены. Цифра должна коррелировать с подушевым бюджетным финансированием на одного студента. И если говорить о бюджетном финансировании одного студента, то оно составляет в целом по России от 110 до 125 тысяч рублей в год. Теперь студентам придется учиться усерднее. Для того, чтобы получить стипендию, в зачетке не должно быть троек, только 4,5. А у активных будет возможность увеличить ее в полтора-два раза. Электронная система контроля будет фиксировать все. Опоздал, прогулял, либо участвовал в олимпиадах, научных работах и так далее. За плохое вычитает, за хорошее прибавляет. Такие же условия и для преподавательского состава. Хотите получать больше, работайте над собой. Студенты пока еще ТНУ уверены, что в новом статусе университета будет больше привилегий. Как-то все поменяется, но в принципе, наверное, только в лучшую сторону. Потому что в любом случае все изменения только к лучшему. Мы очень рады, что к числу студентов ТНУ присоединятся студенты из других университетов. Поэтому у студентов только положительное мнение. Может, теперь Россия. Я думаю, что это пойдет на пользу и студентам, и уровень образования, мне кажется, поднимется. У него больше будет возможностей. Он приобретает такой весомый статус для Крыма. Думаю, хорошо. Россия тут очень хорошо что-то сделает, я думаю. Для Путин лучше. При Украине он был национальным, а сейчас он станет федеральным. Но будет новое развитие. Теперь у Крымского федерального университета есть президент. Им стал нынешний ректор ТНУ Николай Багров. Официально он приступит к своим обязанностям с января 2015 года. Для Крыма такая должность в новинку. Ну а в России в каждом вузе федерального значения такой человек и есть. Работа, как рассказал Сергей Донич, творческая. Это генератор идей и наставник. Формирование структуры Крымского федерального университета идет полным ходом. Но незакрытым все еще остается вопрос с Крымским медицинским университетом имени Георгиевского. Но до конца этой недели его судьба будет решена. Юлия Попович, Андрей Заходский, Служба новостей и ТВ. Дальше будет интересно. Не переключайтесь. У сердца два крыла или акция небезразличных людей. В Крым прилетели московские врачи. С собой заберут самых нуждающихся маленьких пациентов. Чтобы жилось счастливо, в Госдуме инициируют запрет на экстравагантные имена детям. Впервые Крым отмечает День сотрудника органов внутренних дел России. Официальное название праздника менялось уже дважды. День милиции, День российской милиции. А с 2011 года появилась современная версия названия. Считается, что полиция была создана Петром Первым в 1715 году. Что сейчас, что несколько веков назад. Основная задача охрана общественного порядка. Для полицейских этот день не является выходным. Свой профессиональный праздник личный состав МВД традиционно встречает на посту. В Крыму насчитывается 8 тысяч действующих сотрудников полиции. 10 ноября они несут службу в парадной форме. Принимают поздравления от президента, глав министерств и ведомств. Отчитываются об успехах за прошедший год. Получают награды и заслуженные поздравления. Самый важный момент истории мы были вместе с народом. Обеспечили его безопасность и будущее. Мы с честью прошли этапы создания и становления Министерства внутренних дел по республике Крым. И уверенными шагами ходим в правовое поле в Российской Федерации. Крым будет положительным примером для остального мира. И тогда утихнут необоснованные обвинения и провокации. Здесь есть огромная и ваша доля участия. В 2014-х запомнился всем Крымская весна референдум присоединения Крыма к России. Все силы были брошены на обеспечение общественного порядка. Особые слова благодарности и признательности выражаем ветеранам органов внутренних дел. Людям высокой нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству. Сегодня уже следующее поколение сотрудников правопорядка продолжает их дело. Вписываем новые славные страницы в историю симферопольской полиции. Всего лишь как год в системе органов внутренних дел работает Сергей Благий. Он оперуполномоченный отдела уголовного розыска. Сегодня получил медаль приказом министра обороны страны за помощь в присоединении Крыма к России. Самым важным это было присоединение Крыма к России, чтобы не было никакого кровополития в Крыму, как допустим сейчас в Донецкой народной республике и Луганской народной республике. То есть это было одно из ключевых заданий полиции. Медалью горжусь, да, мне это приятно, я рад данному событию. А эти две девушки – инспекторы по делам несовершеннолетних. Говорят, с вступлением в Россию в их райотделе статистика изменилась в лучшую сторону. Еще большее значение придается профилактической работе с детьми. Изменились статьи, направления изменились, квалификация статьи тоже изменилась, как бы более свежеще стало. Особо такого сильного изменения мы пока еще сильно не почувствовали. Единственное, что я могу добавить, отношение людей изменилось к сотрудникам полиции. Если ранее было немножко негативно, то сейчас более положительное, люди идут на контакт, как бы все благоприятно складывается. В городах и селах безопасность крымчан обеспечивает обычная полиция, а на дороге – транспортная. Сегодня ее сотрудники тоже отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня впервые в составе Российской Федерации наша доблестная полиция отмечает этот праздник. 10 ноября он был введен как красный день. Сотрудники транспортной полиции отвечают за безопасность пассажиров в поездах, электричках и на вокзалах. Чаще всего им приходится бороться с кражами. В обязанности сотрудника транспортной полиции входит выявление пресечения административных и уголовных правонарушений. А сложность работы заключается в большом пассажиропотоке и протяженность нашей территории обслуживания. В честь праздника почти полсотни сотрудников транспортной полиции получили награды. Гордиться медалью будет и Михаил Скороденок. В этой структуре он уже не работает, вышел на пенсию. Защищал пассажиров железнодорожного транспорта более 40 лет. В этот важный день, потому что вся жизнь была посвящена работе милиции. Ну, что раньше украинское было, перенесено было на 20 декабря. Но мы всегда отмечали его по-российским, по, как сказать, 10 ноября. Собирались, как сказать, нелегально или там где-то что-то, кучковались, особенно ветераны. В настоящее время крымское подразделение транспортной полиции продолжает формироваться. С переходом полуострова в состав Российской Федерации укрепилась его материально-техническая база. Ожидается, что у структуры теперь будет больше полномочий. Марина Павлова, Татьяна Хынкота, Иван Ковалев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В Крыму стартовала благотворительная акция «У сердца два крыла». Ее организаторы – Российские авиалинии и научный центр здоровья детей в Москве. Эта программа успешно работает уже два года. Помощь оказывается самым тяжелым маленьким пациентам, которые проживают в регионах России. Улан-Удэ, Магадан, Хабаровск, Симферополь, Архангельск, Барнаул. Авиакомпания предоставляет услуги бесплатного перелета после консультации врачей в Москву на лечение и обратно. А также организует поездки бригад специалистов в удаленные регионы. Федиаторы из столицы приехали в Симферополь, чтобы осмотреть и проконсультировать крымских малышей, у которых тяжелые заболевания сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, отбирают самых нуждающихся и тех, у кого редкие болезни. Среди которых муковисцитоз. Это врожденное генетическое заболевание. С таким диагнозом на полуострове 36 человек. В основном это дети. Болезнь до конца победить невозможно. Лечение постоянное и очень дорогое. Пострадает бронхолегочная система, когда слизь мокрота вырабатывается такой вязкости, как похож на пластилин. Ее руками просто невозможно оторвать. И вот теперь представьте, что происходит в легком, если там она накапливается. То же самое происходит в поджелудочной железе, то же самое в печени, в кишечнике. И задача докторов, ну естественно и родителей, направленная на то, чтобы эта мокрота была более жидкой, чтобы она каждый день выводилась из легкого, чтобы она там не оставалась. За два дня врачи постараются принять как можно больше пациентов. Тем, кому понадобится дополнительная консультация, обследование или лечение, отправятся в Москву. Такие перелеты будут осуществляться в течение года. В Госдуме хотят запретить россиянам называть детей экстравагантными именами, использовать в них цифры, знаки препинания и различные символы. Разработчики законопроекта предлагают Министерству юстиции Российской Федерации составить единый перечень имен с тем, чтобы им пользовались органы ЗАГСа. В случаях, когда родители пожелают выбрать другое имя для ребенка, для осуществления регистрации его рождения им будет необходимо получить разрешение органов опеки. Сегодня в России родителям предоставлена полная свобода выбора имени своему ребенку. Известны случаи, когда детей называли такими именами, как Господин, Король, Океан, Космос, Заря-Зареница, Вишня, Мессия, Христос, Люцифер, Жестокость и даже автобусная остановка номер 16. В Крыму также нередки случаи, когда детей называли необычными именами. Так, в прошлом году в Севастополе родители дали своему ребенку имя ААББ. Вместе с тем были зарегистрированы дети с именами Эммануиль, Добрыня, Ясон, Весна и Эсмеральда. В этом году в честь воссоединения Крыма с Россией в одном из российских регионов девочку назвали Феодосией, а мальчика – Гурзуфом. И в завершении выпуска о прекрасном. Осенняя мозаика – так называется выставка, на которой представлены работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Самое интересное, что в одном зале собралось множество работ различной техники. Увидеть подобное – большая редкость. Но у горожан и гостей столицы такая возможность есть. Экспозиция открылась в Симферопольском городском музее. На ней побывала Александра Пермякова. Открытие осенней выставки было, как всегда, торжественно, но необычно. Пришедшие оценить творчество мастеров могли не только посмотреть работы, но и послушать живую музыку, песни, стихи. Такая камерная обстановка помогла всем еще пристальнее посмотреть на искусство. Давно те годы пролетели, другие вот уже пришли. Но позабыть мы не успели ту нашу лестницу любви. И долго будет она смиться, то встреча – самый первый миг. Хотя и было нам за 30, но правда только на двоих. Каждую осень мастера города выставляют самые удачные и любимые шедевры, как итог очередного творческого года. На этот раз свои работы представили 26 умельцев декоративно-прикладного искусства. Все они члены ремесленной палаты. Сегодня большая работа ведется в направлении возрождения народных промыслов и ремесел. Ведь за 20 лет местная промышленность, где производили сувениры, была полностью уничтожена. Радует то, что сегодня в Российской Федерации, частью которой стал Крым, большое внимание уделяется народным промыслам и ремеслам. И вот в год культуры 2014 года очень было много мероприятий проведено. Я думаю, что влившись в Российскую Федерацию, наши мастера получат очень много преференций. Крымским мастерам есть чем гордиться. Таких умельцев, как у нас, еще поискать надо, уверены в ремесленной палате. Творческие натуры делают такие вещи, от которых дух захватывает. И что самое интересное, работают умельцы во всех направлениях и техниках. На выставке под одной крышей собрались работы по дереву, изделия из соленого теста, объемные картины из кожи и металла, вышивка ленда, керамические изделия, мокрое валяние из шерсти, шелковая флористика, текстильная скульптура, батик, традиционная и каркасная кукла. Техника нередкая. То есть, если вы внимательно посмотрите, это обыкновенный поролон, чулок, вот, и роз, и дальше лента сверху, или там, допустим, костюм. Но, конкретно у этой барышни, как вы видите, получаются очень душевные работы, такие характерные, я бы сказала, и достаточно высокого уровня. Все мастера часами упоительно могут рассказывать про свои работы, ведь в них вложено не только умение, силы и время, но еще и очень большая любовь к делу. Без нее не может получиться ни один шедевр, уверены умельцы. Это работа в технике мокрого валяния, когда выкладывается несколько шерстяных метров, шерстяных прядей разных цветов, и затем, как у древнего искусства валяния валенка, валенок, да, сваливается, то есть прокатывается в мокром состоянии. Ну, удовольствие, действительно, больше, наверное, нечего сказать. Древний вид декоративно-прикладного искусства. Еще в 15 веке во Франции зародилась эта техника, украшали все, что возможно, наряды, белье, зонтики, сумочки. Потом незаслуженно забыто, и в настоящее время возродилась очень интересная, экономичная, доступна всем, любому и каждому. Похоже на вышивку гладью, где ленточка заправляется в иголочку с широким ушком и вышивается по определенному рисунку или произвольно. Техника – это немецкая бидермейер называется. Когда вечерами с женщинами немецким нечего было делать, они собирали все, что есть у них в доме, и вот занимались подобными работами. На фоне декупажа чашки, сигары, бублики. На самом деле бублики из поролона, ну, очень эффектно выглядят. Все очень красиво и красочно. Музей города предлагает не только полюбоваться, но и научиться. В ноябре для детей и их родителей здесь проведут мастер-классы. А зимой Симферопольский музей удивит горожан еще одной завораживающей экспозицией. Мы хотим, чтобы мастера сделали обстановку сказочную, новогоднюю, рождественскую. Вот благодаря своим работам отразили эту тему Нового года и Рождества своих работах. Ну а пока выставка «Осенняя мозаика». Открыта для всех посетителей каждый день. Александра Пермякова, Евгений Стариков, Служба новостей ИТВ. Это все новости, о которых мы хотели вам сегодня рассказать. Звоните нам и пишите. Всего доброго.